Здравствуйте, дорогие абитуриенты, все кто слушает нас. День открытых дверей для иностранных абитуриентов в Московском университете. Мы расскажем о Первом Российском университете, о его научном потенциале, об условиях учебы и, конечно, мне кажется, что многие из вас, прослушивая эту информацию, пообщавшись с факультетами, примут решение прийти абитуриентами, студентами Московского университета. Мы вас ждем. Московский государственный университет – это старейший университет России. Его основатели Михаил Васильевич Ломоносов, поддержанный проект Ломоносова Ивана Ивановича Шувалова, был доложен императрицей Елизаветы Петровны. И 25 января 1755 года был подписан указ об основании Московского университета. Нам уже скоро, почти 270 лет. Московский университет – крупнейший в России. Мы в составе 41 факультета, 377 кафедр, 40 институтов. Имеем 8 филиалов, в том числе 6 за рубежом. Мы оснащены современным оборудованием. Мы единственный университет, который систематически запускает спутники и сейчас на орбите работает наш спутник Ломоносов. Московский университет – крупнейший университет в стране. В нем 6 тысяч профессоров и преподавателей, 5 тысяч научных сотрудников. Смотрите, какой потенциал. 3 тысячи докторов в наук, 6 тысяч кандидатов в наук, около 300 академиков в различных академиях государственных работает в Московском университете. У нас обучается более 45 тысяч студентов и 10 тысяч иностранных. Сейчас принято сравнивать университеты по их участию в рейтингах. Московский университет лидирует и является первым университетом России во всех рейтингах. Конечно, мы занимаем ведущие позиции и в зарубежных рейтингах, на слайде видно, но мы, главное, считаем, что хорошо работать. Показатели в рейтинге – это некоторое другое обстоятельство, хотя мы его, безусловно, учитываем. И так, в наших рейтингах мы всегда занимаем первое место среди университетов России. Я хотел рассказать о науке в Московском университете. Ну, наука – это, прежде всего, оснащение. Вот мы обладаем самым мощным на данный момент суперкомпьютером Ломоносов-2, производительством 5 Петафлопс. Этот суперкомпьютер является базой для объединения 60 университетов России, консорцием создан. И, конечно, исследование по суперкомпьютерным технологиям является нашим приоритетом. Уже говорилось, что мы запускаем спутники, а для этого нужно вести систематические космические исследования. Вот наш спутник Ломоносов запущен с космодрома Восточный, запуском руководил президент страны Владимир Владимирович Путин. У нас имеется целый Наукоград, Кавказская горная обсерватория, где имеется мощнейший телескоп, позволяющий наблюдать за космическим пространством. Мы имеем другие приборы, которые исследуют космос, у нас есть факультет космических исследований, и космическая тематика является очень важной для Московского университета. Сейчас очень важно изучать проблемы, связанные с жизнью, медико-биологические исследования вести. Это требует жизни. Сейчас это является одной из важнейших тем научных исследований. И вот Московский университет обладает мощнейшим потенциалом объединяющих ученых по этому направлению. У нас имеется медицинский центр, он изображен, это мощный современный научно-образовательный медицинский центр. Мы имеем институт регенеративной медицины, где на клеточном уровне исследуем различные вопросы, связанные с жизнью человека. И вот удивительно, но мы ввели несколько лет такой проект «Ноев Ковчег». «Ноев Ковчег» — это проект, который позволял нам найти клеточный материал всего живого на Земле, что было и что есть. И вот собраны более миллиона образцов, почти 70 коллекций. И удивительно, мы открыли 250 новых видов живых существ на Земле, о которых раньше не знали. Проект «Ноев Ковчег» — это выдающийся проект по созданию такого клеточного материала, базы клеточного материала, уникальной в мире. И мы продолжаем исследования тоже и в этом направлении. Кроме того, жизнь потребовала применять фундаментальные исследования в технологиях, высоких технологиях. Мы давно занимаемся поиском наиболее эффективных способов применения фундаментальных исследований в современных технологиях. И вот несколько лет назад, три года, мы объявили создание научно-технологического центра «Воробьевы горы». Это наша долина. В этой долине несколько кластеров, более семи кластеров по новым новейшим направлениям. Нанотехнологии, биотехнологии, инфотех, инжиниринг, космос и другие. Эти кластеры объединяют в себя группы ученых, лаборатории, которые будут заниматься этими прорывными междисциплинарными направлениями. Это отдельное юридическое лицо, наша долина, организованная по всем правилам таких долин в мире. В России она пока первая и вовсю завершается ее строительство. И уже в этом году будут введены новые корпуса. Это уникальный проект, и тем самым вы, окончив бакалариат, магистратуру, аспирантуру, можете заинтересоваться какими-то научно-техническими приложениями и перейти работать в долину, создавая новую аппаратуру, которую раньше никто не видел еще. Это прекрасная идея, и она реализуется в Московском университете. Здесь на этом слайде показан момент начала строительства двух новых кластеров. Кластер инжиниринг и нанотех. Вот вместе со строителями мы вот на днях начали строить эти еще два новых кластера. Такие вот в долине сейчас осуществляется строительство уже пяти кластеров, и фактически идет полным ходом создание уникального центра технологии. О академических вопросах образования в Московском университете. Московский университет имеет возможность обучать по уникальным образовательным стандартам. У нас фактически шестилетнее фундаментальное образование. Это означает, что у нас на девяти факультетах специалитет, и он шестилетний, то есть шесть лет обучения. На остальных факультетах у нас так называемая интегрированная магистратура, то есть четыре года бакуавриат, и затем два года магистратуры по тому же направлению. Практически это тоже шестилетнее образование. Это уникальная возможность получить в Московском университете шестилетнее фундаментальное образование, но на самом деле не имеющего аналога в мире по этому качеству. Мы выдаем дипломы собственного образца, такое решение страны было, и эти дипломы на двух языках, они, безусловно, приравнены к дипломам другим, выдаваемым в нашей стране, но они дипломы Московского университета и признаны в мире. Конечно, обучение – это живой процесс, и каждый раз, каждый день жизнь ставит в общество новые вызовы, и для этого постоянно надо модернизировать учебный процесс, создавать новые междисциплинарные программы. Мы только за последнее время создали огромное количество новых междисциплинарных программ, и они преподаются, считаются для наших студентов. Это уникальная возможность получить образование очень широко профиля – фундаментальное, междисциплинарное и актуальное образование. Московский университет несколько лет назад выдал идею про чтение межфакультетских курсов. Это означает, что для студентов одного факультета есть возможность прослушать курсы по направлениям другого факультета. Например, математики могут прослушать биологию, экономисты прослушать курс юридических наук и так далее. И вот эти междисциплинарные курсы входят в учебный план, некоторые из них необходимо сдать зачеты или экзамены, и это расширяет широту подготовки. Всем студентам представляется возможность прослушать такие курсы, и более 20 тысяч студентов их изучают. Мы уже говорили, что очень важна дисциплинарность в наших исследованиях, и поэтому Московский университет создал новые научно-образовательные школы по современным направлениям. Эти школы объединяют ученых разных факультетов, и учебный процесс, предлагается в этих школах, тоже связан с межфакультетскими направлениями, направлениями между различными научными направлениями. Эти школы работают несколько лет и показали свою эффективность. Около полутора тысяч ученых работает в этих школах по междисциплинарным направлениям, и в этих школах объявлены новые магистрские программы. И уже около двухсот студентов обучаются на этих междисциплинарных магистрских программ наших научно-образовательных школах. Это новое явление, оно является дополнением к существующему процессу, организованному на факультетах, и не затрагивает тот процесс. Это еще одна ступень такого междисциплинарного взгляда на образование. В Московском университете имеются семь научно-образовательных школ. Вот их названия, сами названия говорят за себя. Это направления по междисциплинарным исследованиям, такие как исследование космоса, сохранение мирового культурно-исторического наследия, мозг, когнитивные системы, математические методы сложных систем и так далее. Естественно, жизнь поставила перед Московским университетом задачу создания филиалов в зарубежных странах, расширяя возможности абитуриентов закончить Московский университет, получить диплом Московского университета. И мы создали такие филиалы в ряде республик, их у нас восемь. В этих филиалах обучаются студенты по нашим программам и дипломы, которые получают выпускники, дипломы Московского университета. Вот, например, сейчас в этих филиалах обучаются около тысячи студентов, заканчивают ежегодно тысяч студентов разных стран. Несколько филиалов таких, это в республиках бывшего нашего ближнего зарубежья и Советского Союза. Два филиала у нас в Сарове, в Севастополе, это созданы вот уже недавно. И поэтому мы очень придаем большое значение подготовке ребят, помогая и, если можно сказать, сотрудничая с странами, которые заинтересованы в подготовке специалистов через Московский университет. Мы уже начали обсуждать нашу интернациональную среду. У нас обучаются студенты из 90 стран мира, очень интернациональный состав преподавателей из разных стран. Это уникальный университет, уникальные возможности учиться ребятам из-за рубежа в нашем Московском университете. Конечно, вот международный опыт очень важен для работы Московского университета. И есть разные формы такой работы. Это и форумы, семинары, конференции, которые мы непрерывно проводим, сотни конференций в год. Это программа мобильности, у нас довольно большие связи, обмена студентами, поездок наших ребят на обучение за рубеж и прием зарубежных ребят на обучение в Московский университет. Программы, реализуемые на английском языке полностью, это тоже одно из наших преимуществ. Конечно, совместные дипломы, которые мы выдаем нашим студентам в ряде случаев. Магистрские программы на английском языке – это признак тоже нашей системы международных связей. Вот мы видим здесь более 10 магистрских программ, которые в Московском университете читаются на английском языке. И это облегчает и, по крайней мере, очень полезно и нужно для контактов, расширения таких контактов с ребятами из других стран. Мы предлагаем такие курсы тоже слушать. И вот я уже упомянул, что у нас есть магистрские программы двух дипломов. Мы видим университеты-партнеры, с которыми мы выдаем совместные дипломы. Это процесс постоянно в движении. Мы ищем новые моменты сотрудничества и партнеров. И постоянно работаем в этом направлении. Конечно, прекрасно закончить программу и получить диплом двух университетов. Очень многих интересует ребят, что после окончания, какая работа, как мы готовим специалистов, востребованных для рынка. И вот есть исследования официальные, они вот приведены на слайде. Мы, как правило, занимаем первые места по востребованности выпускников работодателями. И очень высокие места по средней зарплате наших выпускников в различных сферах деятельности. Юридической, экономической и IT-технологиях. Фактически мы самые востребованные для бизнеса, для общества, для экономики университет. Наши выпускники являются лидерами при определении компаний, кого он берет к себе на работу. Это прекрасная перспектива и очень важно, что мы лидеры. Ну, конечно, возникает тоже вопрос, а чем мы будем конкретно заниматься. Ну, это, конечно, научная работа, это создание собственного бизнеса, это работа в государственных организациях, в творческих различных направлениях, в различных сотрудничествах, связанных с другими компаниями. И, конечно, наукой заниматься, преподаванием. Широкое поле перед выпускниками Московского университета. Карьера обеспечена, карьера очень привлекательная, и, ну, о которой никогда жалеть выпускниковым не будет. Несколько слов о нашей студентской жизни. Мы уже говорили, что у нас более 40 тысяч студентов, и, конечно, студентская жизнь кипит в Московском университете. Это и наши традиционные праздники, Татьянин день, масленица, когда ректор предлагает блины, которые он печет для студентов. Конечно, это наши спортивные увлечения наших студентов, занятия в кружках, связанных с самодеятельностью художественной. И, конечно, мы всегда, ребята, призываем почтить память тех, кто погиб, защищая нашу Родину. Мы выезжаем к нашим памятникам и кланяемся тех, кто нас защищал. Студентские организации в Московском университете несколько наиболее активную работу ведут. Студентский союз, студентский совет, спортивный клуб, профсоюзы, объединенный студентский комитет. И фактически и день, и ночь как бы в Московском университете кипит студентская жизнь, спортивная, досуг, какие-то увлекательные вечера, диспуты. И я думаю, что ребята довольны, поступив в Московский университет и окунувшись в эту замечательную среду. Мы один из университетов, который внес колоссальный вклад в развитие мирового спорта. Вот смотрите, даже вот этот короткий перечень, «Олимпийский чемпионов» говорит о мощи спортивных достижений Московского университета. Это вот олимпийские чемпионы, студенты, выпускники, Привалова, легкая атлетика, Киселева, синхронное проплавание, Софья Великая, фехтование, Климов фигурное катание, Волосожар фигурное катание, Лисун и Пацкевич, синхронное плавание. Чигирева, Циклова и другие. Мы уверены, что и в будущих соревнованиях, олимпийских играх, чемпионатах мира победителем будут наши студенты. Это спорт высоких достижений, и он тоже есть в Московском университете. Московский университет – один из самых мощных университетей в мире по кампусам. У нас два кампуса на Воробьевых горах, Ленских горах и в центре столицы Москвы. И, конечно, у нас около тысячи зданий в других регионах, в Москве, в других регионах. Базы практик, базы отдыха. Мы по кампусу, мы один из самых мощных университетов мира. Наш кампус очень удобен. Он обеспечен всем необходимым для полноценной студентской жизни. И спортивное сооружение, уникальное. И различные возможности отдыха, ботанический сад, который доступен для всех студенту. Прогулочные аллеи, бассейны и так далее. Около половины поступающих студентов у нас проживает в общежитии. И наше общежитие тоже является уникальным. Часть этих корпусов находится в главном корпусе, который является символом Московского университета. Несколько корпусов в ближайших районах расположены. Фактически все. Это пешая доступность или очень короткая поездка. Наши общежития очень комфортные. И в них есть все для хорошей жизни. Студенты живут по одному, по двум. И около 16 тысяч ребят, проживая в общежитии, с очень небольшой платой, имеют возможность целиком себя посвящать обучению. Летом для наших студентов мы предоставляем возможности спортивных сооружений, зимнего и летнего развлечения. У нас имеется по стране ряд кампусов для отдыха. Это Подмосковье, кампус университетский, Подмосковье, кампус Красновидова, на юге, на Черном море Буревестник, на юге, на Черном море Солнечный. У нас любой желающий студент может поехать летом для отдыха в эти уникальные наши места и отдохнуть. Ну и завершу я поступлением в этом году. Конечно, это важнейший вопрос, который нас всех волнует. Поступление в Московский университет на конкурсной основе и он по результатам суммы баллов вступительных испытаний. Прием документов с 15 июня. Количество направлений подготовки, специальностей, на которые можно подать документы, не более пяти. Количество согласий на зачтение, которое можно подать в МГУ, не более четырех. Подача документов можно осуществлять в электронном виде, через электронную систему. Регистрация из любой точки мира по номеру телефона. Есть возможность дистанционной консультации с членами приемной комиссии. Ну и следить за проверкой документов в личном своем кабинете. И мне хотелось ответить на важные вопросы, которые обычно возникают у ребят при поступлении. Вот таких вопросов основных поступило несколько. Вопрос. Я мечтаю учиться в МГУ, но русский язык является для меня неродным. Какие в МГУ есть возможности для совершенствования владения русским языком? Ну, я бы так ответил. Если вы не очень хорошо владеете русским языком, сначала можно пройти обучение в течение года на подготовительной программе в Институте русского языка и культуры, Московский университет. Там можно изучать русский язык и базовые дисциплины, которые помогут вам при будущей учебе по выбранному направлению. Для поступления на основные образовательные программы нужно владеть русским языком на уровне, достаточном для успешной сдачи вступительных испытаний как по русскому языку, так и по дисциплине специализации на русском языке. Учебный план иностранных студентов уже на первом и дальше курсах включены в основные образовательные программы занятия на русском языке, занятия русским языком. Они направлены на поддержку успешного освоения дисциплин учебного плана. Еще вопрос. Смогу ли я в 2022 году подать заявление о приеме университет, не приезжая в Москву? Да, подать заявление можно удаленно, заполнив онлайн-анкету, прикрепив сканы документов, удостоверение личности, документы о предыдущем образовании на портале, который обозначен web-анкета msu.ru. Вопрос. Как будут проходить вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих на контрактной основе? Ответ. Иностранные граждане, планирующие обучаться на контрактной основе, поступают в отдельном конкурсе. Как правило, вступительные испытания проводятся в форме собеседования. Испытания будут проводиться в дистанционном формате. Экзаменторы сначала зададут задание, время дадут на подготовку, а потом обсудят с вами ваш ответ и, если необходимо, зададут дополнительные вопросы. Еще вопрос. Я гражданин Казахстана. Имею ли я право поступить в МГУ на бюджетное место в конкурсе на равных условиях с гражданами Российской Федерации? Да, отдельные категории иностранных граждан имеют по закону право поступить на бюджетные места на конкурсной основе, на равных условиях с гражданами Российской Федерации. Это граждане Белоруссии, Казахстана, Кыргызской республики или соотечники, постоянно проживающие за рубежом. Граждане СНГ, имеющие вид на жительство в России и попадающие под действие международных соглашений о сотрудничестве в области образования. Точнее все можно узнать по справке приемной комиссии. Одновременно вы можете сдавать вступительные испытания и на контрактной основе. Таким образом, у вас есть право участвовать сразу в двух конкурсах на бюджет и на платные места. Вопрос. У меня нет результатов единого государственного экзамена. Мне нужно сдавать его. Ответ. Если вы поступаете на равных условиях с гражданами Российской Федерации и у вас нет результата в ЕГЭ, вы можете сдавать экзамен в МГУ по соответствующим предметам места ЕГЭ. И потом уже вместе с гражданами Российской Федерации нам необходимо будет сдать дополнительные вступительные испытания. ДВИ, которые проводятся в университете. Если вы поступаете на контрактной основе, то вам не нужно сдавать ЕГЭ и не нужно экзамены вместо ЕГЭ. Вопрос. Если на выбранный мной факультет разные вступительные испытания, можно ли сдавать и нужно ли сдавать несколько вступительных испытаний в МГУ? Да, можно сдавать разные вступительные испытания, которые требуются для поступления на разные программы. Как правило, экзамены по разным предметам проходят в разные дни. Поэтому, если у вас есть желание пробовать поступить на разные факультеты, то это можно сделать, сдавая экзамены по разным предметам. Они проходят в разные дни. Можно ли иностранному студенту иметь и нужно ли полюс добровольного медицинского страхования, ДМС, на период обучения в Московском университете? Да, обязательно. Этот полюс можно купить заранее дистанционно, указав в нем дату планируемого въезда в Россию с Федерацией. Контакты страховой компании, в которых чаще всего приобретают страховые полисы ДМС, наши студенты, вы можете найти на сайте для иностранных студентов эти контакты. Программы страхования, которые требуют МГУ, включают профилактический медицинский осмотр, амбулаторно-поликлиническую и экстренную помощь, все необходимые для иностранных граждан анализы, включая один анализ ПЦР на коронавирусную инфекцию. Требуется ли специальная медицинская справка для обучения в МГУ? Специальная медицинская справка требуется для обучения на факультеты фундаментальной медицины, на специальность лечебное дело и фармации, и на факультет психологии, специальность педагогика и психологии девиантного поведения. При подаче заявления о приеме в МГУ иностранным студентам не нужно загружать медицинскую справку в онлайн-систему. Не нужно загружать. На момент пересечения границы у вас должна быть справка об отрицательном результате теста на COVID-19. С данным методом ПЦР не ранее, чем за 48 часов до прибытия. А второй тест на COVID-19 нужно сдать уже в Москве. Его стоимость включена в полис ДМС или ее можно будет пройти такое тестирование в аэропорту прилета. Все другие справки, например, для занятий физической культурой оформляются уже после вашего приезда в Москву. Уважаемые коллеги, у вас сейчас будет возможность побеседовать с руководителями факультетов, пообщаться с студентами, возможно, обучающимися на этих факультетах. Кроме того, вам на сайте сейчас будут даны еще дополнительные разъяснения, необходимые для поступления в Московский университет. Завершая свой рассказ, я хотел бы сказать, что Московский университет уникальное явление, уникальное явление в системе образования в мире. И, конечно, мы ждем вас в университете. Поверьте, это будет правильный выбор. До встречи с вами на дне первокурсника 1 сентября уже как студентами Московского университета. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok